Праздник Мы с этим великим праздником празднуем также каждый день своего ангела, потому что мы знаем, что при Великом Таинстве Крещения, когда над нами совершается это Таинство, невидимым образом Господь посылает каждому из нас ангела-хранителя, ангела-хранителя жизни человеческой, который поставлен от самого Спасителя на то, чтобы нас охранять, на то, чтобы нам помогать, во все дни жизни нашей земной. И вот ангел-хранитель всегда находится с нами рядом, но в это же время рядом с нами находится другой, совершенно иной, бесплодный дух, который называется не ангел, а ангел, то есть это служитель тьмы, служитель сатаны. И вот два невидимых духа находятся рядом с нами, два существа невидимых. Один смотрит и наблюдает и фиксирует то, что мы делаем, живя на земле, доброе. Все наши добродетели фиксируют все наши добрые поступки, добрые дела, а другой, напротив, следит за тем, что мы делаем нехорошее, что мы делаем плохое, какие грехи мы творим. И всячески старается шептать нам на ухо то, чтобы мы делали нехорошие поступки, чтобы мы совершали грехи, чтобы мы погружались в страсти, чтобы мы, одним словом, избегали пути спасительного. Но мы знаем, что в конечном итоге то, что мы заработаем, живя на земле, то и будет тем самым нашим, можно сказать, залогом в жизни вечной, в жизни будущей. Потому что то, что напишет ангел-хранитель в хартии своей, то и будет судьей на страшном суде Христовом, когда он положит по одну сторону весов свою хартию, и, естественно, ангел, то есть служитель сатаны, положит и свою хартию. И та, конечно же, которая перевесит, та и будет нам напоминать о том, что мы сделали и как мы прожили, живя временно на земле. Но мы знаем, что Господь нас всех создал не для погибели, а для спасения. И Господь ждет от каждого из нас, когда мы будем слушаться ангела нашего хранителя, который постоянно нам напоминает, который шепчет нам на ухо, чтобы мы отбегали от всех темных дел. Чтобы мы не стремились к темноте, а чтобы мы стремились к свету. Чтобы мы стремились к источнику того света, которого называют Христос. Чтобы мы стремились к нашему Отцу, к нашему Отцу Небесному. Мы знаем, что Господь, когда, еще даже не появившись, еще не родившись на свет, Матерь Божия получила благовестие от Архистратига Божия Гавриила о том, что она избрана для того, чтобы быть Матерью Царя Небесного. И мы знаем, что потом ангелы Божии во всей жизни земной помогали и всегда были рядом с нашим Спасителем. Когда Он еще был маленьким, когда они вынуждены были бежать в Египет страха ради жизни своей, то во время сонного видения мы также видим, как ангел Божий будил Иосифа Старца и говорил «Встань, возьми младенца с матерью его и бегите дальше». Потому что есть люди, которые хотят умертвить младенца. Также мы видим, как ангел Божий вместе с нашим Спасителем, когда Он молился в Ефсиманском саду, когда самое тяжелое время жизни своей земной, ангел Божий укреплял его и помогал ему. И на горе, когда Он находился в сорокадневном посту, когда бес пришел Его искусить, Его совратить, то в этот момент укрепляемый ангелом Божиим Господь наш также победил врага рода человеческого. И мы знаем, что ангелы Божии посланы нам для того, чтобы быть нам помощниками. Господь их посылает для того, чтобы они помогали и оберегали каждого из нас. И наша задача, чтобы мы подражали им прежде всего славославлении нашего Христа. Потому что ангелы Божии непрестанно славословят Спасителя. Они постоянно воздают Ему хвалебную песню. Они постоянно, вечно можно сказать, Его будут славить. Если мы научимся, живя на земле, подражать им в этом, если мы научимся от всего сердца славить нашего воскресшего Спасителя, то тогда мы будем подобным ангелом небесным. Тогда мы будем Его постоянно прославлять. Мы будем всегда Его славить. И в этом самом славославлении мы будем воспевать Его. Воспевать Его как нашего Творца. И через это прославление Его, конечно же, мы будем иметь величайшую любовь к Нему. Ту любовь, которая есть у ангелов. Есть у архангелов, у херувимов, у серафимов. Одним словом, есть у всех сил бесплодных. И мы также призваны для того, чтобы и нам, в конце концов, научиться прославлять нашего воскресшего Христа. Чтобы нам научиться славить нашего Творца. Чтобы мы чистым сердцем и чистым умом и душой своей именно постигли ту самую любовь, которая царит в Царстве Небесном. Ту самую любовь, которая именно движет всем небесным миром. Всеми теми, кто населяет Царство Небесное. И вот дай Господь нам всем, дорогие братья и сестры, чтобы мы уподоблялись ангелам в этом самом сокровенном и самом главном, что нам необходимо для жизни нашей земной. Если мы научимся любить нашего Спасителя, если мы всем сердцем Его возлюбим всей своей душой, то, конечно же, мы будем непрестанно всегда с Ним и умом, и сердцем, и делами своими. И мы не сможем уже идти путем тем, тем, который ведет нас в противоположную сторону от Царства Небесного. Мы будем тогда уже идти истинным путем. Тем путем, которым нам необходимо идти, чтобы, в конце концов, достичь небесных обителей. И чтобы вместе с ангелами, архангелами, с херувимами, с серафимами, с прочими небесными силами бесплотными прославлять нам вечно, Нашего Небесного, нашего воскресшего Христа, нашего Творца, чтобы вместе с Ним непрестанно петь славославленную песню, которая всем сердцем нашим восходит к горним обителям. То самое состояние, к которому мы все с вами призваны, дорогие братья и сестры. То самое состояние, в котором находятся все силы бесплотные, все угодники Божии, которые всем сердцем своим возлюбили Христа, и которые уже в Царстве Небесном прославляют Его вместе со всем невидимым миром. Так и мы призваны к этому. Так и мы должны просить, чтобы Господь нам посылал тех самых наших помощников и заступников, которые помогают нам бороться, прежде всего, с врагом рода человеческого. Бороться прежде всего с нашими страстями, с нашими грехами, с нашими вредными и дурными привычками, которые отдаляют нас от Христа. И когда мы будем победителями в этой страшной борьбе, в этой страшной войне, тогда уже, конечно же, мы будем уверены сто процентов в том, что Господь, когда придет время, не лишит и нас Небесного Царства. И вместе с ангелами мы будем прославлять Его великолепое имя в Троице Святой Слави Мога Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Господи сил помилуй нас, Господи сил с нами будет.